девочки рукодельницы всем большой привет и сегодня я хочу поделиться с вами моими небольшими покупками я делала покупки для дома какие-то товары весна нужно что-то обновить что-то подкрасить что-то подчинить и у нас магазинах привезли небольшие рукодельные мелочи и я сразу вот обратила внимание на наборчики с отрезом с отрезами тканей для печерка для каких-то рукодельных вещей у меня никогда не было таких тканюшек я никогда не покупала но столкнувшись моей игольницей тыковка я поняла что мне нужно иметь хотя бы какой-то минимальный запас потому что может быть я когда-то сделаю пинки и по ищу какие-то мелочи кусочка ткани у меня нет вот случилось у меня сделать тыковку и ткани у меня не хватало я мучилась буквально там миллиметры высчитывала чтобы сшить эту игольницу если был бы у меня кусочек все было бы намного проще и лучше вот здесь значит каждом наборе идет по четыре оттеночка вот идет голубой такой наборчик да и розовенькие тканюшки красивые цвета мне очень нравятся здесь размер 45 на 50 сантиметров небольшие но мне для моих рукоделок достаточно и взяла я ножницы это для тоже различных нужд канву отрезать вот тут тоже конюшку какую-то какие-то может быть картонные листы когда делаем и какие-то рукодельные прикладные вещи у меня есть конечно же ножницы но они начали уже тупиться поэтому я приобрела еще вот такие они розовенькие такие симпатичные были не недорого такой магазин где в общем-то экономные все вещи можно прийти и приобрести недорого хорошие вещи для дома но и вот иногда для рукоделия тоже попадаются так еще я приобрела ведь у меня это видео о покупках для рукоделия но наборов здесь не будет есть все для организации различных процессов организации моего рукодельного уголка я решила быстренько заснять это видео потому что все эти материал сейчас разбредутся по моим моему рукодельному уголку по каким-то необходимым нуждам я приобрела вот 6 вот таких папок толстых объемных не толстых объемные папки пластиковые на вот таких резиночках для чего для организации моих апрельских стартов потому что я очень много начала новых процессов организовать их все аккуратно очень сложно и задача состояла в том что когда открываешь набор делаешь какой-то органайзер для ниток иголок все это в простой пакетик не положишь простая папочка она очень тоненькая там тоже все не закрывается а вот эта папка она мне подошла как нельзя лучше потому что есть вот этот объем можно положить сюда органайзер пока все нитки канву схему иголку и горницу все что угодно она прозрачная и поэтому будет видно какой процесс находится в данной папке вот такая красота я сразу же после этого видео начну организацию мы это будем делать вместе и покажу как все очень хорошо получается так вот такие папочки и еще в этом же магазине я приобрела 5 вот таких контейнеров таких за защелках тоже были очень недорого потому что магазин вот все для дома здесь есть много отделения если необходимо можно снять переместить но у меня устраивают эти отделения и как вы понимаете этот контейнер я приобрела для организации моих ниточек мулине и конкретно ниточек пнк потому что они у меня все вот пакетах лежат и столкнувшись с тем что сейчас я подбираю нитки мне часто нужно вот что-то из этой коллекции найти и я сижу потом с этими тремя мешками там вот все это еще ищу очень удобно собралась я силами думаю нет все надо организовать нитки так дело не пойдет что все постоянно в пакетах покупать органайзеры заказывать вот специальные вот дмс и еще какие-то мне не хотелось потому что они ну дороговато стоит вот этот органайзер мне подошел по высоте идеально конечно же вот эти ячейки они немножко шире им для бобинки но если захотеть ставить в бок тот тоже удобно принципе я вам покажу все очень удобно и качественно получается хорошо мне нравится просто вот у меня один остался который я еще не разложила нитки чтобы вам показать когда закончу раскладывать всю коллекцию ниточек пнк я вам покажу как все хорошо здесь получается вот такой вот хороший контейнер единственное что впереди две ячейки они немножко такие уменьшенные здесь не помещается 5 побина как в обычной ячейке а всего лишь 3 с натяжкой если они худенькие можно 4 ну так как пнк в своих моточках они намного больше идут дмс 8 метров пнк 10 метров соответственно намного такие большие поэтому и помещаются здесь каждой ячейки меньше бобинок чем дмс ну нет хватит 5 контейнеров я надеюсь если что приобрету еще один будет 6 ничего страшного буду искать также место в своем рукодельном уголке буду делать переорганизацию что-то буду изменять ну и потом все вам покажу так это вот такой вот контейнер и еще одна покупка честно расчистим здесь пространство так немножко не совсем помещается в кадр ну так покажу это сумка значит это такая большая сумка вообще она предназначена для моря чтобы в ней хранить какие-то продукты водичку сэндвичи у нее плотное дно как бы как как называется я уже забыла сумка холодильник ну что-то в этом духе она очень аккуратно сделана и меня совершенно не беспокоит то что она предназначена для продуктов самое главное у нее есть очень хорошее такое толстенькое дно показывать что она большая вот такое широкое дно есть две ручки да есть боковой карман вот на замочке все можно сюда сложить два боковых карманчика вот здесь и эту сумку я буду этой сумкой я буду пользоваться как сумкой для рукоделия потому что начинается сейчас сезон мы будем ездить на море и в дороге я что-то всегда вышиваю и что-то придумывать какие-то сумочки пакетики для моего рукоделия знаете это все время какая-то головная боль покупать специальную сумку для рукоделия мне не хочется потому что они стоят достаточно дорого и это заказывать нужно еще платить дорогую доставку мне не хотелось и увидев эту сумку я подумала но почему бы нет мне на лето и и принципе никто особо не видит будет в машине просто чтобы она защищала мою вышивку от какой-то каких-то загрязнений воды еще чего-то поэтому я думаю она мне хорошо послужит она большая поэтому сюда могут поместиться киснапы нитки все что угодно и самое главное недорогая поэтому меня это абсолютно устраивает такая супер супер сумка замечательная все тут очень хорошо чистенько аккуратненько будет у меня хранится вот такие у меня девочки организационные получились покупки для вышивки да поэтому я сейчас иду все это организовать и обязательно вам все покажу желаю вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока